Чужая реальность Она будет иметь над тобой столько власти, насколько ты позволишь ей Сколько значения ты придаешь ей, настолько реальной она и будет оставаться Избавиться, не отказаться от нее А предложить что-то свое взамен Ну что, Сереж, у меня знаком этот человек Присядьте, пожалуйста, Илья Николаевич, в машину Эти жесты ни к чему не приведут, понимаете? Через неделю ходатайство Косыреву удовлетворят И мы уже через месяц все забудем Конечно, я понимаю, в каком вы напряжении после случившегося Вряд ли вы это понимаете Что это? Возьмите и послушайте Мы с вами больше не встретимся И вы должны понимать, чего я от вас ожидаю Косырев должен сидеть Как и сидел пожизненно Как вы это сделаете? Отмотаете весь процесс Меня не интересует Я не думаю, что это возможно Берите Или я отдам эту запись Например, на телевидении Или куда-нибудь еще Берите Научи меня жить Научи меня что-нибудь делать Сочтены мои ночи И дни словно сны коротки А то, что любит сквозь сон То, что дышит от имени тела Это только тень на горячем песке У ленивой реки Научи меня что выбирать Между черным и белым Чтоб чужое добро На твое и мое не делить Дай мне лезвие мысли Вонзить между частью и целым И назови мне высокую цель Научи меня жить Недавно Научи меня Научи меня Недавно Желаю Чтоб чужих Недавно Позволь Чтоб чужих Последний Зỗ Это Позволь Позволь Кроме Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Никушин. Да. Да. У тебя будешь? Мне нужна информация по новой жертве. Значит, миорелаксантов в крови не обнаружено. Гематомы на руках, на ногах, на животе, на голове, на спине. В общем, следы борьбы по всему телу. Под ногтями частички кожи. В общем, все грязно. Ну, материалов достаточно, чтобы можно было слечить. То есть, как будто ты совсем другой убийца, да? Ну, а ты чего-то другого ожидала, да? Мне нужно связать эти три убийства. Что с орудием? Ну, колющее, режущее орудие. Вот клинок двадцать сантиметров длиной, три сантиметра шириной. Вот то, что, видишь, были нанесены несколько ранений, да, дает нам право об этом определенно говорить. И самое главное, тележелоб у обуха и полуторная заточка лезвия. А ты сможешь подтвердить, что все эти три преступления были связаны одним орудием убийства? Ну, Рита, ну как я могу взять на себя подобного рода ответственность, а? Ну, ты мне принеси орудие убийства. Ты мне его принеси, я тебе точно скажу, да или нет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Соня. Сторожева, ты где? У судмедэксперта была. Никушин страшно срочно хочет тебя видеть. Страшно срочно? По поводу? Откуда я знаю? Он был у начальства, вернулся мрачный и злой. Каждые десять минут про тебя спрашивает. Понятно. Скажи, что я через полчаса буду в управлении. affected your records Дарина, слушаю. Никушину себя. Думаю, пробудет там еще долго. Можешь ехать к жене. Спасибо, Ред. Спасибо. Вызывали? У вас есть подозреваемые? Я работаю над этим. Три трупа. Мало работать. Всем нужен результат. Я вообще не уверен, что у вас есть какой-либо план. У меня есть зацепки, их просто нужно брать. Очень хорошо. Ознакомитесь с ними, следователя Леваду. Завтра передадите все материалы по делу. Вы меня отстраняете? Да. Ты чего, Сторожева? Предупреди меня, когда Никошин соберется уходить. Хорошо. Предупрежу. Да. Сторожева. Лида, это соседка. Ира, снизу. Я звоню к вам в дверь. Никто не открывает. Как никто не открывает? Да, никто не открывает. Нас заливает. Я сейчас буду. Лида. 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 Мама! Мама! Рита, ты сегодня так рано. Решила полы побыть? Мама. Да. Ты не выключила воду. Я звонила, ты не взяла трубку. Стучали и приходили соседи. Соседи ты не открыла. А чего это они врут? За какой стати я им буду не открывать дверь? Потому что так и было, мама. А чего ты на меня орешь? Я на тебя не ору. Не смей на меня орать. Я не кричу на тебя, мама. Мама. Рит, что у тебя телефон звонит? Ты отвечаешь? Рита, ты отвечаешь или нет? Ну возьми трубку, наконец. Алло. Алло, Рит. Слышу. О, привет. А ты чего трубку не берешь? Ладно, слушай. Значит так. Был на городской квартире Никушина, у охраны взял записи с камер видеонаблюдения. С ночи первого убийства записи уже нет, но зато есть с ночи убийства Плотниковой. Тут так фургон стоял, что весь обзор загораживал до десяти вечера. Так что непонятно, выходил Никушина с подъезда или нет. Так, подожди. Тут какой-то чел появился на экране. Ну это явно не он. Слушай, надо записи в технический отдел отдать. Пускай поковыряются. Алло, сторожев, ты уснула что ли там? Нет, я не уснула. Голос у тебя какой-то. Нормальный голос. У тебя вообще-то все хорошо? Да, у меня все хорошо. Ты плакала? Я не плакала. Рит. Все, встречаемся в управлении. Пока, Толя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Катя, открой. Это я. Катя, открой, это я. Впусти меня, нам надо поговорить. Катя, впусти меня, нам надо поговорить. Поговори. Поговори. Пожалуйста, собери все свои вещи. Тебе сейчас же надо поехать со мной. Вот и поговорили. Послушай меня. Послушай, послушай меня! Я очень долго тебя слушала, выслушивала, понимала. Теперь ты хочешь меня убедить в том, в чем? Мы уже не муж и жена. Мы никто друг другу. Никто. Но ты продолжаешь делать вид, что у нас там еще что-то осталось. Да ничего не осталось. И ты не имеешь права так вести себя. Дело не в этом. Да? Не в этом. Не в этом. А в чем? Ты вчера пришел. Пришел. Ты говорил, что нам надо жить снова. Снова. Я попыталась снова жить. Ты тут же примчался. Задай, что ты имеешь в виду. Тебе нельзя быть с Никушиной. Ты себя слышишь? Я должна спрашивать, у тебя разрешение? Да спи ты с кем хочешь. Дело в Никушине, а не в тебе. Что ты знаешь о нем? Что ты знаешь о нем? Ты что говоришь? Ты что говоришь? Ты подозреваешь? Его? Ты с ума сошел? Что он тебе рассказывал? О себе? Кто он? Ты знаешь? Вы же разговаривали? Задай у меня твоих обродников. Я когда-то и о тебе ничего не знала. И сейчас ни черта не знаю. Значит, ничего. Значит, ты ничего не знаешь. И то, что это его дом, а не неких мифических знакомых. Не знаешь? Ну, значит, нам придется об этом узнать сами. Здравствуйте, девочки. Не надо устраивать... Соня, где Никушин? Где его автомобиль? Когда он уехал? О, Господи, Сторжева. Ну, может, полчаса назад? Я же говорила тебе позвонить. Ну, я забыла. Прости. Прости? Ну, извини. Извини. Что ты собираешься делать? Ну? Боже мой! Илья, ну что ты творишь? Ну что за цирк ты устроил? Ну, Илья, послушай меня! Ты с ума сошел! Послушай! Илья, прекрати ты ничего там не найдешь! Боже мой, да что ж такое? Ну, хватит! Я прошу тебя! Ответь, у тебя телефон звонит! Что там? Не знаю. Ничего. И тебе не нужно знать, что там! Он тебе рассказывал о своей семье? О своей дочери, о своей жене! Я так и думал, ты понятия не имеешь, с кем ты спишь! Господи, Илья, прекрати! Я прошу тебя! Что это? А вот это и есть обсцессия! Что это? А вот это и есть обсцессия! Что это? Всё! Что же дело-то! Шаги Это моя жена и дочка. В районе двух ночи из подъезда дома Никушина выходил только один человек. Вот он, смотри. Ну и госномер как на ладошке. Я пробил машину, принадлежит гражданину Говорову. Говорову. Говоров. Не последний человек в администрации области. И по совместительству отец погибшей жены Никушина. Постановление о прекращении уголовного дела. Курс психотерапии и поручительство Говорова Леонида Станиславовича о том, что он берет Никушина на пороке. Леонид Станиславович, то ли мне нужно пробить его номер. Я долго думал, как это будет. Видимо, это лучший способ. Лучший способ для чего? Объяснить все. Хорошо, мы поговорим. Но сначала Катя выйдет из комнаты. Я не буду говорить, если она не выйдет отсюда. Пожалуйста, выйди. Пожалуйста, выйди. Вы подозреваете меня. Я виноват, но в другом. Вот моя вина. Не знаю, с чего начать. Моей дочке было шесть лет. Да, наверное, с этого. Когда об этом говоришь, ты понимаешь, что все в этой жизни идет совсем не так, как надо. Я видел тормозной путь там. Или она ехала слишком быстро, но это не так. Она всегда ездила предельно аккуратно, тем более была не одна с дочерью. Либо были повреждения в тормозной системе. Понимаете, о чем я? Алло. Говоров Леонид Станиславович. Добрый день. Это следователь Сторожева. Да, мне очень срочно нужно с вами увидеться. Да, я знаю ваш адрес. Скоро буду. До свидания. Толик, мне нужно проверить одного человека. Он сейчас в психолечебнице. Ждать мне не нужно, я сама доберусь. Завтра передаю дело Леваде. Поэтому мне очень важно, чтобы ты добрался туда, как можно быстрей. Хорошо. Ритя, не хочешь поговорить? Ну, я насчет его отстранили. Лечебница эта находится в центре социальной и судебной психиатрии, где раньше работал Лавров. Но убедись лично, Толик. Мне нужно, чтобы ты увидел этого человека в лицо. В чем вы решили, что это вы виноваты в гибели своей семьи? Ну, разве не я? Я посадил их в машину, пожелал счастливого пути. Вот. Возможно, это не все. У меня еще много вопросов. Но сейчас я знаю намного больше, чем раньше. Это мой друг. Он был у нас за день до аварии. Он мог спуститься в гараж. Он следил за ходом расследования, мог сфальсифицировать. Она работала у нас в отделе. Я ее уволил. Было служебное расследование. Хотела она отомстить? Конечно, безусловно. Хотела. Так. Ага, сейчас. Вот. Приглашенный независимый эксперт. Почему доверили делать экспертизу именно ему? Кто за ним стоит? Этот, этот или этот? Мы живем неподалеку. Я узнал об аварии и сразу поехал в больницу. Потому что думал, что кто-то выжил. Славы не было там. Он весь день простоял на месте аварии. Мне говорили, что сначала он просто стоял там два часа и смотрел. Не двигался. Просто смотрел. Может быть, тогда к нему и пришла эта мысль. Я ему даже сначала поверил. Он говорил так, будто знает наверняка. Кто-то подстроил. Они ехали в его автомобиле. А профессия славы предполагает врагов. Ну, а нет. Экспертиза была тщательная. Я проследил. Несчастный случай. Может, отвлеклась скользкая дорога. Как вы говорили когда-то. Проследите за ними, когда им кажется, что никто не видит. Я проследил. Но я не понимаю, это обычные люди. Как вы или я. Только кто-то из них уничтожил мою семью. И в какой-то момент я понял, что готов убить каждого из подозреваемых, даже если не докажу его вины. Это тогда вы решили обратиться ко мне. А мне никто не верит. Вы бы поверили, потому что вы, как никто другой, знаете, что убийца, как правило, прячется за маской нормальности. Я обратился к вам, но мне сказали, что вы больше не принимаете участия ни в каких расследованиях. Тогда я стал искать дело, которое вас точно заинтересует. Серийное убийство? Серийное убийство. Ждал я их? Да. Но я никак не думал, что это будет иметь хоть какое-то отношение к вам. А и тем более, что в это будет втянуто... Катя? Катя. Катя. Ты видишь? Вот этот считал у них. Так их достав Kadjya остав глуп deux hands� pop-дет, hechoуги, их среди двум Uno, все такое же и социализировало. В realе было enquистие де. Мы разговаривали на семью. Но в этой стороне было извиняюсь, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Где все-то? Больница работает? Пока нет. Ремонт. Ясно. Приятного аппетита. Спасибо. До свидания. До свидания. Это было не мое решение отстранить вас. Дело в том, что адвокату Косареву очень не понравились ваши поездки в колонию. Может быть, имеет смысл поговорить с адвокатом Косаревой, чтобы узнать, кто за ним стоит? Этого точно делать не стоит. Вот если бы вы дали мне везкий повод оставить вас? Я... Убийство в лесопосадке. Сигнатура убийства дает основания полагать, что она не входит в серию, потому что жертв не знает Лавров. Так говорит сам Лавров, и судмедэксперт тоже не уверен, что нужно объединять. А вы? А у меня нет доказательств. То есть вы считаете, что дело в лесопосадке не стоит отдавать новому следователю? Правильно? Хорошо. Мы не будем объединять эти дела. Лавров. Теперь услови. Здесь умереть. Вот. Лавров. Вот. И, что-то умереть, Это линия? Лавров. И, что линия? И, что линия? Лавров. И, что линия? У меня не надо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот скажи мне, пожалуйста, вот зачем ты меня в такую даль гонял, а? То есть? А то есть, что зазря все. На ремонте лечебницы, пациенты там только числятся. На самом деле их перевели и на фею нашего в том числе. Он знал куда? Нет. Ну, знал пока ты мне не подскажешь. Кимановская больница в Кремле. А Кимановск далеко от Ильчевска? Нет. Поехали туда. Слушай, я вообще-то кушать хочу. По дороге поешь. Да, Сторожева. Здравствуй, девочка. Пучков беспокоит. Здравствуй, Тима Михаил Александрович. Какой у тебя голос красивый. Мне тут позвонил приятель из колонии. Косарев накатал письмо. Впервые за то время, пока он съедит. В письме всего одна фраза. Кто ты? Передал на отправку. Абонентский ящик почтового отделения номер два города Ильчевска. Какого отделения? Номер два, город Ильчевск. А знаешь, кого он назначил адресатом? Анну. Значит, надо проследить и посмотреть, кто за ним придет. Нет, не проследим мы, девочка. Дело в том, что этого отделения уже давно нет. Лет пять как закрыли. Косарев, естественно, этого не знал. А это Анна ему не сообщила. Да, еще насчет Анны. Там на конверте рядом с именем почему-то поставлено число 247. Что это значит, непонятно. Номер дома. Только номер дома, без улицы. Ильчевск одно название, что город. Там на улице такого количества домов нет. Да, странно. В общем, думай, девочка. Все, бывай. Не спи, замерзнешь. Мы едем или как? Давно должны были ехать уже. Карта области есть? У меня все есть в хроне бутерброда. В бардачке. И вот, доктор, сглебаю все это листво. Сглебаю, сглебаю, сглебаю. А под ним еще один слой. Еще один. Еще один. Я еще подумал тогда во сне. Но я точно не соберу их. Никогда. Доктор, а мне второй сон тоже рассказывать? Второй? Да, да, пожалуйста. Так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Поехали. Этот, наверное, административный корпус. Угу. Ты вообще как? Ясно. Ты знаешь, кто вообще такой этот Нафеев? Кто? Подражатель Главлёвского маньяка. Который был очень разочарован в том, что его кумира поймали. А знаешь, кто помог? Лаврова. И ты думаешь, что… Я не думаю. Я очень надеюсь, что мы сейчас увидим этого Нафеева под надёжным замком. Ну, мне очень не нравится, что он так близко к Лаврову подобрался. Так может, производить Лаврову? Подожди, мы пока ничего не знаем. Сколько пациентов у вас в стационаре? на принудительном лечении. Нафеев Семен Валерьевич. Помещен в стационар 12 февраля 22 марта. По освидетельствованию было переведено на амбулаторное лечение. То есть его нет в больнице? Нет. Но это не значит, что лечение закончено. То есть вы хотите сказать, что вы, минуя все предписания, отпустили неуменяемого человека домой? Если бы он действительно представлял какую-то опасность для себя или других, мы никого бы никуда не отпустили. И к вашему сведению, для того, чтобы перевезти человека из стационара куда-либо, нужно вот такую кучу выводов врачей. Значит так, мне нужны все документы на Нафеева, которые у вас имеются. Место его жительства, время посещений. Все. А собственно, какие у вас полномочия? В ваших интересах, чтобы у меня не оказалось полномочий, для того, чтобы обвинить вас в халатности, повлекшей за собой смерть двоих и более людей. Статья 293, пункт Ри. До пяти лет. Черт! Они вообще кем думают-то, а? Ри! 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 Смотри. Знаешь? Вам помочь? Отойдите отсюда. Это же наш вчерашний добровольец. Во всяком случае, похож. Регистрация в нашем городе. Соколов-16. Общежитие. Да, это я. У меня только что были люди из Следственного комитета. Сторожева. Группу захвата срочно. Соколов-16. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...